Приветствую вас! Я хочу выразить вам до начала сочувствие по поводу этой ситуации, в которой вы оказались. Сказать, что вам приходится не сладко, не сказать ничего, конечно же. И я понимаю, что очень больно смотреть на то, как весь, по сути, привычный мир, в котором вы жили, ручится, и человек меняется очень мощно, сильно, быстро и так далее. Я понимаю, что все планы, которые у вас были, да, все, вот вообще, все, все просто, сейчас ведет к этому подходу, по сути, во имя вот какой-то идеи, которую пропагандируют эти люди. Вот. И я понимаю, что это участок. Но, тем не менее, вы рискуете вместе с мужем пойти туда же. То есть вы рискуете вместе с мужем оказаться в неудел. Вы рискуете вместе с мужем и попасть... Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ получить проблемы с законом. Вы рискуете вместе с мужем потерять все. Поэтому я рекомендую вам, понимая, что вам тяжело, я рекомендую вам перестать его спасать. Перестаньте спасать своего мужа. Перестаньте уговаривать его перестаньте пытаться образумить его и так далее. Ничего хорошего из этого, я вас уверяю, не будет просто потому что как бы вам не печально это было осознавать, но у мужчины еще до этой ситуации именно вот до этой ситуации, до этой истории. У мужчины уже были определенные наклонности, уже были определенные такие тревожные звоночки, когда он интересовался, допустим, политикой, он интересовался какими-то еще вещами, да, мигранцией и так далее. То есть это все уже как бы есть проявление ну, знаете, такой неудовлетворенности, так скажем так. и это опять же как бы неприятно не звучало, да, но это реальность. Это реальность, это есть, это есть вот здесь, это есть здесь и сейчас. Понимаете? и вы либо примите эту реальность, вот, либо вы ее не примите и тогда вы рискуете ну, по сути оказаться в той же истории, что и мужчины. что лучше сделать? Лучше сделать, лучше всего, конечно, если вы отдалитесь от мужа, лучше всего, если вы отвалитесь от него, лучше всего будет, если вы позволите ему делать то, что он хочет, вот, при этом активно претендуя на свою часть доли, на свою долю, которая у вас есть, да, то как бы вот он, допустим, там хочет, допустим, продавать ну, что-то, да, вот. Он, в принципе, может продавать, если хочет, да, но он не может, не может продавать, а-а-а, вашу долю, вот, он не может продавать то, что принадлежит вам, вот, он не может продать, э-э, продать э-э-э Ah, ну, с ripрузивку долю, вот. Вот. И вам нужно этим воспользоваться, вам нужно этим воспользоваться и активно отыгрывать, а-а-а, то, что, вот, ту часть имущества, которая принадлежит вам. Вот. Да, я понимаю, это мерзко, может быть это ужасно, но других путей по сути нет. Вам нужно защищать. Знаете, да, вам нужно защищать себя. Вам нужно защищать себя и, возможно, своих детей. Не знаю, есть у вас дети, вот. Но если есть дети, то вам нужно защищать, в том числе, и своих детей. Тогда. Вот. Потому что, ну, вся эта ситуация, она к хорошему ничему не приведёт. Вот. Ну, а ваш муж, он, соответственно, образумится только после того, как потеряет вас, да, потеряет всё, увидит серьёзность всей, так сказать, ситуацию. Вот. И уже тогда он, возможно, что-то будет делать. А на то, когда он что-то поменял. Вот. А, может быть и нет. то есть тут как бы нельзя быть однозначно уверенным здесь быть нельзя, к сожалению, потому что, ну, это вот. Это вот другой человек, это выбор другого человека, и как бы это было неприятно, но это вот его выбор вам придется, нужно будет им смириться с этим выбором, вот. Вот так, в принципе, я мог бы вам ответить на ваш вопрос. Вы можете сами посмотреть в интернете про созависимость, вы можете сами посмотреть в интернете про эмоциональную зависимость от других людей как раз. Вот, вы можете сами это изучить. В интернете это есть. И, возможно, вам станет немножечко более понятно. Да, то есть, тема созависимости и тема треугольника Карпина. Посмотреть эти две вещи в интернете, я надеюсь, что это поможет вам получить, ну, такое более развернутое, более полное может быть представление о ситуации, в которую вы попали. Вот, в принципе, в принципе, вы можете обратиться и в органы правопорядка, вот, чтобы подать, ну, в общем, например, прокуратуру, например, еще куда-то, вот, заявить на этих людей, вот. Ну, у этого тоже будут свои плюсы, возможно, их успеет прикрыть, да, и ваш муж ничего не потеряет. Вот, да, там будет, конечно, негатив, там, безусловно, будет много негатива в ваш адрес, но этот момент вы переживете. Поймите, куда во сне, куда во сне, что за этим стоит, вот это на самом деле куда во сне. То есть, ну, вы, наверное, понимаете, да, что далеко не все люди, как бы, покупаются на такие вещи, вот. Ваш муж купился. Это не исключает. Он в чем-то неудовлетворен. Необходимо определить, в чем его неудовлетворенность. Необходимо понять, чем он неудовлетворен. Необходимо понять, чего ему не хватает. Необходимо понять это и постараться дать ему это. Понимаете? И только тогда есть вероятность, что такому больше не случится. Только тогда есть вероятность, что мужчина не попадется больше на призывы таких вот людей. Потому что люди навариваются на тех, кто неуверен в себе, на тех, кто, ну, так или иначе, да, внушаем. Вот. Ваш муж оказался внушаем. Случайно ли это? Это не случайно. Это абсолютно не случайно. Но, еще раз повторю, нужно исследовать. Нужно исследовать. Нужно именно исследовать, почему это не случайно. Понимаете? Вот. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Надеюсь, что это, этого было достаточно. Вот. То есть, так я, конечно, понимаю, да, я так понимаю, что этого мало, я понимаю, что нужно больше, вот. Но, спасать, да, спасать, вытаскивать, как вы говорите, вашего мужа ниоткуда не надо. Потому что этим вы ему не поможете, этим вы еще больше только его подполкнете, потому что он не будет чувствовать последствий своих решений. А ему нужно, ему нужно, ему нужно именно, вот, ощутить, ему нужно ощутить, куда он идет. Ему нужно увидеть, что он делает. Ему нужно понять это. А этого не будет, если вы не дадите ему познакомиться с теми последствиями. Поэтому больше сейчас думайте о себе. Вот. Сосредоточьтесь больше на себе. Вот. И не позволяйте мужчине и кому-либо другому лишить вас того, что вам прочитает по праву. То есть, того, за что вы боролись, во что вы вкладывали свои средства, деньги, время, энергию, ресурсы и так далее. Это единственное, что вам можно рекомендовать. Вот. Вот так. Значит, на этом все. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад ответить на ваши вопросы. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого-самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!